Друзья, всем привет! Сегодня у нас гитарно-технический ролик. Будем крутить железки, играть на железках и, конечно же, их слушать. Что будем слушать? Значит, не так давно у меня появился процессор Moir G300 Lite. Классная штука, хорошо звучит, обзорчик есть. Все окей. В миксе сидит, на большой сцене пробовался, звучит комфортно и в зал слов слушателя было все круто слышно. В общем, здесь вопросов нет. Но есть у этого вопроса. Одна прикольная функция называется захват тона Capture Tone. Пришло к нам это, наверное, из кемпера. Вот они, кажется, первые сделали эту штуку. И в чем смысл? Смысл в том, что вы подключаете какой-то железный девайс, какую-то педаль, усилитель, там все что угодно, к процессору. И можете скопировать эту вашу железную приблуд, звук этой вашей педальки на процессор. И типа потом отключаете и играете. Вау! У вас прям вот эта педалька, клон ее поселился у вас в девайсе. Классно? Ну, вроде классно. И вопрос только, зачем нужно? И это мы сегодня попытаемся узнать. Что будем копировать? Копировать будем вот. Вот такая у меня есть педаль. Это наш украинский производитель. Классная педалька. По звуку нравится. Обзор тоже есть. Называется она Gen Tonic от конторы Black Cat Amps. Удобная, кстати говоря, тем, что встроенный аккумулятор. И будет мне по коммутации классно. Не надо какое-то очередное там питание вести или батареечку ставить. Короче, как будем делать? Я сделаю захват экрана с программы, которой я буду управлять процессором. И по ходу рассказывать, что нажимаешь, что происходит. То есть какие-то манипуляции. Я думаю, что в основном все манипуляции вы увидите в программе, которая происходит. Но вдруг чего-то вы не будете видеть. Буду вам говорить, что вот нажал это, это и что-то там по ходу дело играть. Ну что, полетели. Итак, начнем наш эксперимент. Сразу скажу, когда делал в первый раз эту процедуру, то она у меня вызвала некие вопросы и сложности. Потому что, ну не во всем я нашел логику. И для меня это было некой проблемой, некие вопросы у меня вызвало. Пришлось даже в мноу посмотреть. Тем не менее, у вас на экране вы сейчас видите окно программы, через которую мы управляем процессором. Здесь мы уже, как вы видите, активировали Tone Capture. Вот. И вот тут вот выбрано Amp Stomp. То есть мы захватываем усилитель, либо педальку. Кстати говоря, можно даже захватить звук гитары и сделать свой импульс из кабинета. Вот, кстати говоря, звук гитары, по-моему, только у Мойера. Такая фишка есть. Захват. Ладненько. Оставляем это дело вот так. И вот тут мы наблюдаем наш таргет. Это та, собственно, педалька, которая уже включена в процессор. Включена она в разрыв процессора. То есть в Send Return. Два таких гнезда есть у Proz. И туда подключена педаль. Если мы нажмем, то мы сейчас услышали звук педали абсолютно голый, без каких-либо эмуляций кабинета и прочей фигни. То есть голый звук педальки, включенной в процессор. И больше ничего. Далее у нас есть так называемый источник. Вот здесь вот такой момент, который меня немножко смутил. Я не сразу понял, как это работает. Захват педали, захватом усилителя педали делается путем игры как бы через нее на существующем усилителе в данном Proz. То есть мы берем, сейчас объясню, выбираем усилок. Здесь я возьму какой-нибудь привычный для меня и понятный 5150, да, ИВХ. И выставлю сейчас на нем что-то такое стандартное. Примерно то же самое выставлю, что стоит на педальке. То есть на педали стоит 50% гейна, чуть-чуть больше 50. Ну вот там поставим 52, предположим. Высокие, низкие, средние. То есть попытаюсь повторить то, что я вижу на ручках педальки. И мало того, тут еще у нас есть преамп, а тут presence, bios. Все это тоже на звук влияет, но трогать не будем. То есть что происходит в результате? Когда вы захватили тон, то управлять вы как будто бы будете вот этим вот усилком стандартным. Но при включенной функции Tone Capture, как будто бы маска, некая маска надевается на вот этот вот усилитель. И он уже звучит не как PIVI, а будет звучать вот как та захваченная нами педаль. То есть я не совсем понимаю, почему именно так было решено сделать. Честно говоря, я не знаю, как сделано в том же кемпере. Но вот тут таким образом и, честно говоря, у меня это в определенный момент вызвало не некие вопросы. Я не сразу понял вот эту схему. Тем не менее, она вот такая. Так, продолжаем дальше. Активируем Tone Capture. И сейчас у нас звучит, вот здесь вы можете видеть, звучит педаль. И можем переключиться на источник. Это наш PIVI 5150, зудит и скрипит. Мне очень приятно, почему? Потому что кабинет не включен. Ну, так надо. Так надо. Итак, что у нас есть? У нас есть 5150 в говом виде и Чуть потише звучащий Джентоник. Переключаемся сюда. И далее, что нам нужно, это нажать на функцию Capture. И все, должно произойти чудо. Где-то в течение секунд, наверное, 20. Я должен буду что-то там жужжать, как писали в мануале. Жужжите аккуратно, ровненько. То есть, какой-то такой эталонный звук посылайте на проц. И когда магия закончится, вы нажмете кнопку активировать. И должны будете услышать, ну, типа, клон, который получился. Давайте, давайте пробовать. То есть, сейчас я играю на вот этом вот 5150. И создаю вот эту масочку на него, скажем так. Ну что, нажимаю B на процессоре. Вот странно, здесь так сделано. То есть, вот тут, если нажать, то он не работает. Ну, то есть, надо на проц и нажать физически кнопку. Вот я говорю, что буду вам рассказывать, что я нажимаю. И пойдет процесс. Как пойдет процесс, вы увидите. И я там поиграю какие-то квинты, что-то там повожу по гитаре. Буквально это займет 20 секунд. Нажимаем и погнали. Все. Магия прошла. Я думаю, что вы видели, как поднимался столбик. Проценты бежали. И что, что, все. Теперь мы можем нажать на педальку. Это педаль. И послушаем, что получилось. Нажимаем кнопочку C. Результат. Источник. Точнее, ну, изначальная педаль. Живой джин-тоник. Мы потом повесим кабинет. Будет все прекрасно. Пока что задим. И что у нас вышло. Ну, еще, по-моему, похоже. Немножко ниже он звучит, но у нас есть тон коррекции. Чуть-чуть, по моему ощущению, более такой незастый звук. Вот у нас опять активировано. Это уже процессор. Ну, скажем так, да. Чуть-чуть более темный саунд выходит. Но сам характер очень даже, очень даже похож. Я думаю, небольшой тон коррекции для этого у нас вот как раз здесь вынесено вот этих вот три регулятора. Мы можем уже подрегулировать. Я думал, блин, а где же гейн, где все остальное? Нет. Вот гейн и все остальное будет уже юзаться в усилителе непосредственно. То есть эту штуку мы уже будем крутить усилитель. Мы его можем все так же продолжать крутить, как и как будто бы мы используем усилок из процессора. Но будет меняться вот этот вот звук, вот эта масочка будет меняться. Давайте сейчас попробуем здесь сугубо чуть-чуть докинуть вверх. Чуть-чуть, чуть-чуть, да. 57. Так. Чуть-чуть еще можно добросить до 60. Все, репит добавим. Так. Так. Даже многовато. Ну, в общем, над этим надо немножечко посидеть, естественно. И тогда все станет гораздо более ближе к оригиналу. Так что вот предварительно вот такой у нас результат получился. То есть вот что вышло. То есть давайте еще разочек, чтобы закрепить. Я так чуть-чуть покрутил, сейчас сделаю склеечку. Я подсохраню то, что вышло. Может быть, докину кабинет, и мы с вами уже послушаем это все, скажем, более внимательно. Я попытаюсь приблизить, приблизить вот это все дело, что у нас вышло. Так. Давайте пока вот то, что вышло сейчас. Это у нас то, что было в результате сделано. А это из чего мы делали. Живая педаль. И процессор. Ну, вы видите, да, то есть на экранчике у вас переключается. Могу вам даже не говорить, то есть все видно. Слепой тест не сделаешь, никого не обманешь. То есть живая педаль. Ну, вот как-то так. Давайте сейчас я подсохранюсь и попробуем еще раз поиграть. Послушаем, что да так получилось. Ну что, давайте слушать, что у нас получилось и сравнивать с живой педалью. Педаль сейчас я ее переподключил. Включена просто во вход процесса. И я ее буду включать, выключать. Соответственно, когда она включена, выключаю на процессоре виртуальный усилитель. Захват тона выключаю. И остается только кабинет. Когда выключаю педаль, то, соответственно, включаю нашу виртуальную модель этой педальки. Так, ну что. Значит, сейчас у нас что сделаем? Как начнем? Ну, начнем, наверное, по логике вещей с педали. Выключаем захват тона. И включаем педаль. Слушаем, как она выглядит. Так, это педаль. Возвращаем наш виртуальный усилитель. Играет музыка. Это наш виртуальный усилок. Чуть-чуть он пониже по тону получился вот такой вот более низастый. Есть у меня еще один профиль этой же педали. Там я немножко по-другому настраивал. Там было больше вверх и мне так больше нравится как она звучит. Здесь я сделал так примерно посередине ручки. Чуть-чуть их вправо завалил за 50 процентов. Вот другой профиль под названием gin tonic. Это эта же педаль, но чуть раньше я делал его и на мой взгляд он более удачный получился, чем который я делал сейчас. Чем это объясняется? Наверно тем, что я все-таки педаль настроил так как мне нравится. Не среднестатистический вот по центру поставил, а все-таки получал на ней тот звук, который я бы играл на нем, скажем, в команде. Итак, вот этот профиль gin tonic, который у меня был сделан чуть раньше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь педаль. Вырубаем, вырубаем, вырубаем в программе. Будем не физически, а впроки, вырубаем и включаем педаль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот тут она уже все-таки более, так скажем, низко звучит. Немного добавлю я громкости и добавлю вверх, чтобы приблизиться уже к тому профилю, который был. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, Баренька, вернём то, что было. Ну, на мой взгляд достаточно близко, ну, достаточно близко, вот по крайней мере этот профиль получился. Живая педаль. Так, неживая педаль. Ну, как-то так. Так, вот этот профиль на мой взгляд весьма-весьма похож по звуку на то, что может выдать эта педаль. Первый получился такой более тёмненький, который я делал вот, скажем так, при вас. Вопрос остаётся открытым, насколько эта функция нужна, насколько близко она копирует педаль. В принципе, да, похожи. Нюансы, да, какие-то слышны, в общем-то слышно. Но, что я вам предлагаю. Я записал парочку звуковых примеров, то есть тут я что-то просто поиграл там от балды, погонял по грифу и, в общем, вы слышали. Но я записал пару примеров с барабанами и, мало того, я помимо этого записал ещё пример с стандартным усилителем, тем самым 5150 с тем звуком, с которым я обычно играю, на котором я выступаю, репетирую и можно будет сравнить. Первое. Звук педали. Как звучит сам по себе данная педаль Gin Tonic. Второе. Как звучит копия, цифровая копия этой педали, её профиль, сделанный на данном процессоре. И как звучит просто стандартный усилок в данном случае EVH 5150, который тоже сделан на этом процессоре. И я скажу, что вы точно услышите разницу, несомненно, между педалью, профилем и усилителем. То есть усилитель чётко звучит по-другому. И не знаю, насколько чётко услышите разницу между виртуальным и настоящим девайсом, то есть между педалью и усилком. Но мне больше всего вот что интересно. Насколько вообще имеет смысл это копирование? То есть если набора усилителей, на мой взгляд, достаточно. Но если есть интересные девайсы с интересным тоном, можно, в принципе, покопаться. Вот это вот будет интересно. Давайте послушаем вот этих вот пару примеров и, наверное, будем делать какие-то выводы и прощаться с вами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну а я на сегодня думаю, что действительно все Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, стучите в колокольчик и увидимся!